Ровно 25 лет назад, в 92-м году, жители России впервые взяли в руки специальное оружие, так называемые маркеры, и самыми первыми в стране сыграли в пейнтбол. Сегодня пейнтбол-клубы есть практически в каждом российском городе. Пейнтбол не только популярная игра, но и вид спорта. Профессиональные игроки участвуют в специальных турнирах. И, конечно, с удовольствием оттачивают мастерство в сценарных командных играх. Одну из таких по традиции организуют в честь Дня российского пейнтбола и официального закрытия сезона во Владивостоке. Сегодня у нас отчасти фестиваль приморских краевых клубов, у нас съезд, потому что участвуют город Уссурийск, Спаск-Дальний, город Арсений, Чугуевка, Яковлевка, Лесозаводск, Владивосток. То есть очень много городов мы охватываем на сегодняшний день. Сценарная игра подразумевает определенный план сценария, писал его автор идеи фестиваля в Приморском крае. От военной тематики на дружественной игре решили отказаться в пользу фантастической. В остальном действовали по одному из самых популярных в пейнтболе сценариев. Участвуют две команды, у каждой из которых есть место старта, иными словами, своя база. Большую игру поделили на четыре этапа. Решили сегодня сделать отдохнуть, такой пейнтбольный праздник устроить. Мы так как проводим это все во Владивостоке, тема нам казалась актуальной «Ежик в туманности». Ну, я думаю, это очень подходит к данной местности. Ну, в качестве концепции мы взяли смешариков и ахов-страхов в качестве их оппонентов. Так что будем развлекаться. Подготовка оружия, техника безопасности и напутствие игрокам. Впереди самое интересное. Задача номер один для каждой команды – найти первой «Ежа» и забрать его в плен. Волнение зашкаливает, бой начинается. В первой игре победу одержала команда «Красных». Среди ее участников – монтажеры «Восьмого канала». С заданием справились быстро. Задача номер два – перенести специальное ядовитое вещество на территорию противника. Все задания в каждой команде строго распределены. Здесь есть и разведчики, и снайперы, и те, кто охраняют главную базу. Задача номер два – перенести специальное ядовитое вещество на территорию противника. Один сюда! Мам! Быстро сюда снять! Третий-четвертый этап – захват крепости противника и стрельба на выживание. В завершении дня лучшим игрокам вручили памятные призы. Сезон пейнтбола во Владивостоке официально закрыт, но организаторы игры напоминают. Их площадки продолжают работать в любое время года. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.